Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа ЕДЖЕЛЬ-ЕДЖЕЛЬ. С вами его ведущая Людмила Новак. Мы сегодня будем беседовать с очень интересным человеком, с мастером спорта по вольной борьбе, с заслуженным тренером не только Гагаузии, а Республики Молдова по вольной борьбе Ильёй Исир. Илья, здравствуйте! Добрый день! Илья, мы сейчас находимся на площадке, на стадионе города Камрад, где проходят очередные тренировки ваших ребят. Расскажите нам об этом процессе. Процесс довольно-таки интересный. Чем они занимаются и почему они занимаются непосредственно здесь? Ну, мы каждый день у нас утром, утренняя тренировка на улице. Имеем такой прекрасный стадион, возможность тренироваться на таком стадионе. И, естественно, совмещаем и игровые, и кроссовые подготовки. Плюс еще остается нам в конце, делим тренировку на три части. Вступительная, основная и заключительная часть. И вот у нас основная часть – это мы все время повторяем наши приемы. То есть дети все время должны утром запоминаться это все. И они все время отрабатывают. И практически одни и те же приемы, чтобы это оставалось у них и в мышечной памяти, и в голове. И вот благодаря вот таким тренировкам, а вечерняя тренировка у нас получается на ковре. Расскажите немножечко о маленьком Илье, который впервые зашел в зал и который помнит свою первую тренировку по вольной борьбе. Ну, я был в третьем классе. Это меня что-то сподвигнуло пойти на борьбу. Наши, ну, мои друзья, одноклассники, они уже ходили. И меня как-то не тянуло на борьбу. Но веселые старты давали раньше всем школьникам. И после этих веселых стартов мы заняли второе место наш класс. И, видимо, после этого у меня появилось какое-то стремление повышать свои физические данные, чтобы... Ну, хотелось быть первым, но получилось так, что наш класс стал вторым. И после этого я спросил наших одноклассников, где зал, и они мне показали. Вот третий класс, я как сейчас помню, это было конец мая. Буквально пару тренировок сделал, и потом сразу каникулы. И вот я загорелся очень сильно вольной борьбой. И с сентября я уже ждал, когда сентябрь наступит, чтобы пойти в зал и тренироваться для себя, и повышать свои знания по вольной борьбе. Эти тренировочки, они проходили у вас в вашем селе. Я напоминаю, что Илья у нас родом из села Кангас, Камрадского района. Да, это было в селе Кангас. Мы начинали в подвальном помещении тоже. Потом, после этого, уже дали нам добро и уже тренировались в первой школе под руководством Дмитрия Николаевича Карасини. Первые тренера мы были Янаков Петр Георгиевич, Ясбаш Петр Михайлович. А потом они объединили команду, чтобы для общего развития и для лучшего развития объединили команду. И мы уже тренировались под руководством Дмитрия Николаевича, Ясбаш Петр Михайловича. И вот первые шаги оттуда начались. Потом у нас образовался клуб «Ватан». Имеется в виду, переехали сюда, в Камрад. Это в пятом классе. Пятый класс я закончил в Кангазе. После пятого класса, в шестой классе, я поступил уже здесь в Камрад. И вот в Камраде уже мы почти два года тренировались. Потом был у нас перерыв, клуб проспался. В связи с тем, что 90-е годы были тяжелые. И просто расформировали, потому что не смогли выдержать этот натиск, наверное. И немножечко денежный кризис. Финансовые трудности были. Финансовые трудности, да, были. И расформировали. И мы обратно в Кангаз переехали. Продолжали так тренироваться. А потом уже в 10-м классе я переехал в Кишинев. Уже тренировался там, в Кишиневе. Как принимали решение о переезде в Кишинев? Либо вас рекомендовали тренеры, либо там был более высокий уровень? Здесь, конечно, уже роста не было. И тренер договорился с Кишинева, Александр Зубрилин. Он поговорил с ним, Александр Владимирович. И он взял в меня свою команду. Там мы тренировались под его руководством. Два года после этого начались студенческие... Студенческое время, где надо было и учиться, продолжать дальше учебу. Я уже вернулся обратно сюда, в Камрад. Поступил здесь наш Камрадский государственный университет. Камрадский факультет. Менеджер по профессии закончил. И в это время совмещали и тренировки, и учебу. Сложно ли было, помните ли вы это время, насколько сложно было совмещать и получение высшего образования, и интенсивные тренировки, поскольку уже не первый год занимались этим видом спорта. И, соответственно, это уже не на любительском уровне. Там тренировок довольно-таки больше, и они более сложные, более интенсивные. Это постоянная подготовка к различным соревнованиям. Конечно, это очень изнурительный труд, тяжелый труд. Двухразовые тренировки. И было на самом деле тяжело. Не каждый может это выдержать. Борьба – это, я не знаю, не хочется говорить, что это одна из самых тяжелых видов спорта – борьба. И здесь, по крайней мере, мы сейчас, я уже убеждаюсь, уже работая тренером, что не каждый может стать чемпионом. Но и нас в то время также тренировали. Всегда тренера пытались из нас вылепить, как не только спортсмены, а как и настоящих людей, чтобы мы были воспитаны, отзывчивы, чтобы помогали, видим, и в тяжелых ситуациях людям, где на улице, где есть возможность. И тренировки, и учеба, и занятия, то есть старались все совмещать. И кто выдержал, они, естественно, и достигали каких-то высот, кто выдерживал. Скажите, насколько это вообще было сложно? Вот у вас, допустим, ваш день, день студента, да? Утром учеба, после обеда занятия в спортлице, или каким образом это проходило? Утром учеба, потом освобождали от нескольких пар, допустим, мы шли, тренировались. После тренировки обед, естественно, час отдыха, и потом вечерняя тренировка. И вот так старались, когда уже были конкретные подготовки к соревнованиям. А когда не было соревнований, все, здесь старались учебу не пропускать, и чтобы у нас не было отставания от всех. Иногда это удавалось, иногда, конечно, нам приходилось тяжело, надо было пересдавать все по новой. Летнюю сессию сдавали позже, или зимнюю сессию чуть позже нам давали вот эту отсрочку. И благодаря этому мы выучились, потренировались и достигли вот этих высот, как в борьбе личной борьбе, так и в тренерской борьбе. У нас на сегодняшний день есть очень много и призеров страны, как призеров страны, так и призеров чемпионатов Европы, чемпионатов мира. У нас есть и по школьникам результаты, и по кадетскому возрасту, это до 17 лет есть результаты, и до 20 лет есть результаты. То есть, благодаря этому лицею, который мы здесь сегодня имеем возможность тренировать всех детей нашего региона. Илья, расскажите немножечко о себе, о своем детстве. Ваши первые тренировки вы вспомнили, а ваши первые соревнования, где они проходили, и помните ли вы их, и какой был результат, и хотелось ли бороться все дальше, больше, больше? Ну, конечно, я помню, первые соревнования, это невозможно забыть, это у нас проводился такой турнир в Кангазе, в памяти Чабанова, афганца. Первый турнир, буквально сколько, ну, месяц-полторы, сколько я тренировался, и я занял третье место. Как сейчас помню, мне подарили тогда картину и диплом, и также денежный приз. На то время было 10 рублей. И это, конечно, невозможно забыть, потому что первые соревнования, и уже было стремление уже дальше бороться, достигать уже не только третье место, а первые места достигать, чтобы быть сильнее в своем весе. Ваши родители как реагировали, одобряли ли ваш выбор о том, что вы выбрали именно непосредственно борьбу, либо, может быть, они были за какой-то другой вид спорта, что они говорили вам? Ну, раньше, если в наше время кто как по-разному выросли, я вырос, допустим, в семье, в крестьянской семье, где имелось и коровы держали, и овец держали, и все вот это хозяйство надо было смотреть. Я в семье самый старший, и вся опора родителей на меня шла, потому что отец работал целый день, его практически не было дома, мама тоже самая работала, тоже не была дома. И целый день утром шел я на учебу, после учебы обязательно домой. Это все надо за этим хозяйством следить, убирать, давать кушать и все остальное. Работу домашнюю никто не отменял, несмотря на все? Да, но я старался это все быстро делать, чтобы успеть на вечернюю тренировку. Потом нам даже делали в пятом классе, вот я сейчас вспоминаю, утренние тренировки. Это с 7 часов утра у нас начиналась тренировка до 8, до 15-8, вот так до... То есть 10-15 минут отдавали, чтобы успели переодеться, и 8 часов уроки начинались. Это приходилось вставать рано утром. То есть это надо было любить, это делать, чтобы вставать каждый день. Мама уже ругалась, что останься дома, ну, утреннюю пропусти, или вечернюю одну тренировку пропусти, ты так убиваешься. Ну, у меня было такое желание заниматься, и у меня не было разницы, во сколько. То есть я вставал без проблем, будильник работал, в советское время такие здоровые будильники были, которые ставили, они... этот будильник, если начинал кричать, то, естественно, подъем, сразу как солдат вставал и шел на тренировки. Было тяжело первое время, потом привык, все, мне как-то уже было легче. Чувствовали ли вы, что это все дает маленькому мальчику, потом старше и старше, будущему спортсмену некую самодисциплину? Ну, конечно, и дисциплинирует, и получается, и в жизни, и в спорте, и в учебе, чем бы ты ни занимался, есть вот это... присутствует... Без дисциплины невозможно достичь каких-либо результатов, потому что не может человек, если он опаздывает или не приходит, не посещает занятия, и после этого достигать каких-то результатов, это невозможно. Были ли ребята, которые не выдерживали такой сложный темп и выбирали для себя что-то другое и уходили? Ну, естественно, нам и тренера говорили, вот... Существует некий естественный отбор все-таки? Естественно, это так и есть, и существует этот отбор. Здесь просто борьба – это такой труд, что тоннами пота уходит. Это, наверное, борьба и с самим собой тоже, со своей ленью, со всем вот этим, который присутствует у людей, и пожалеть себя где-то, вот как вы говорили, мама, все-таки жалела, как мама, останься дома, поспи немножечко, не мучай себя. Ну, это тоже есть, конечно, но благодаря тренеру сам человек, спортсмен, он не может сам тренироваться, потому что без тренера, тренер, который дает команду, засекает время, стоп, старт, все, пошли, закончили, все, вот это, без этого тоже сам не можешь. Человек, любой, кто бы ни был спортсмен, не спортсмен, он не может себя заставить бегать, допустим, здесь же на стадионе, бегать на время, или сказали, 10 кругов, за ним смотрят. Есть некоторые, дал задание, есть ребята ответственные, дали задание, они все беспрекословно выполняют, ему замечания не делаешь, ничего, а есть некоторые, ну, не совсем он отдается полностью этому делу, и приходится его все время делать ему замечания, поправлять, направлять, ну, это работа тренера. Насколько, вот, да, я хотела вот уточнить, насколько сложно быть тренером, потому что дети к вам приходят разные, кто-то самодисциплинирован с дому, да, он, наверное, и родителей в точности слушал, все указания, просьбы, а есть некоторые дети, они более расслабленно себя чувствуют, более, может быть, родительская любовь балует, порой мы детей жалеем. Как вот вам сложно ли, вот, это все-таки индивидуальный подход к каждому ребенку? Ну, конечно, индивидуальный подход, и есть, вот, как вы сейчас напомнили, есть дети приходят с таких семей, что они воспитаны, и, вот, я опять же повторяюсь, с этими детьми очень легко и работать. Есть с характером, есть особый подход нужен ему, есть некоторые, которые, ну, им больше нравится, когда на него больше внимания обращаешься, а мы не можем, у нас, мы не можем их делить, потому что ко всем одинаковые отношения, и стараемся, и прививать ими, как родителей нету здесь рядом, отцовскую любовь, где-то и после тренировки с ними погладить по шее, пообщаться с этим ребенком, узнать, как у него настроение. И когда вот эти вещи делаем, то намного больше и эффективнее, и быстрее результат приходит. Илья, вы отметили, что вы, ну, старший ребенок в семье, сколько у вас детей в семье, и по вашим же стопам кто-либо пошел, опять же, вот именно по линии борьбы? У нас трое в семье, сестра идет после меня, потом брат. Василий Есир, он тоже пошел по моим стопам. Он также является призером чемпионата Европы до 20 лет, занял третье место, бронзовый призер. И пошел по моим стопам, я его с садика начал брать, он все, у него было огромное желание. Это как пример старшего брата? Да, и он, я его брал с садика, естественно, ему не с кем было работать, потому что он маленький, самый маленький был в зале, но он приходил вместе с нами, бегал, кувыркался. И, то есть, он все время с юного, с раннего детства посещал зал. И, естественно, здесь после этого и спортивный лицей закончил. Вы являетесь тренером, пошел ли он дальше по этой линии? Да, он сейчас на данный момент работает в Кангазе, не один, с напарником Сергеем Васильевичем Стефу и Янаковым Петром Георгиевичем. У них довольно-таки крепкая команда, есть хорошие детки. И, что хочется отметить, что Кангаз, он является, ну, одним из самых больших сел в нашей Гагузии, нашей Молдавии и, наверное, Европы. И, где приходят из Кангаза, очень много детей сюда поступает, как и футболисты, как и борцы. И на бокс приходят мальчики. То есть, с Кангаза очень много детей сюда поступает. Благодаря нашим тренерам, которые работают там, они передают, знают, что здесь уровень намного выше. И здесь дети за год, за два, они достигают больших успехов и результатов. Если они будут оставаться дома, то у них рост прекращается. То есть, у них, получается, как они более перспективных, по их мнению, ребят, они уже передают в ваши руки сюда, для того, чтобы у них уровень повышался больше и больше. Да, да, да. Это, получается, со всей Гагузии. Вот тренера наши, спасибо им огромное, они, если видят, что мальчик перспективный, и он до какого-то уровня, он может подняться на уровне села. А в селе, естественно, у кого, может, бытовые моменты, хозяйственные моменты, и где посетил тренировку, где не был, вот систематических тренировок нет. И только одна из основных причин, которая не дает этим ребятам, юношам достигать вот таких больших высот. А сюда приходят они, и, естественно, здесь распорядок дня, они целый день заняты, и совсем уже другие дети. Как вы отметили, систематика, режим, дисциплина, все это дает свои плоды, свои результаты? Естественно, и свои плоды, результаты, благодаря коллективу нашего лицея. Потому что, начиная с учителей, воспитателей, эти дети переходят с одних рук в другие руки. И вот эта система, и это дает очень большие результаты, плоды, которые мы видим даже на наших чемпионатах страны. Здесь мы проводим и чемпионат Гагузии, и чемпионат Республики Молдовы, где они, кто выигрывает. Естественно, едут дальше чемпионат Европы, участвуют там, и дальше чемпионат мира. Закончили вы университет. Как у вас пошла жизнь дальше? Чем вы занимались относительно борьбы в том числе? Ну, студенческие годы, это, наверное, у всех такой момент в жизни, что надо где-то перетерпеть, потому что не все гладко, не все получается. И где-то и финансовые моменты, где не хватает. Ну, благодаря, наверное, устойчивости, какой-то вот самодисциплины и вера в тренера, что сегодня не получилось, завтра получится, завтра не получилось, поздезавтра получится. То есть не сдаваться, идти только вперед. И благодаря этому мы вот на сегодняшний день имеем, и благодаря Боженьке, который дает нам силы, терпение, и все вот это добиваемся в жизни. Когда вы решили стать тренером? Это было после студенческого времени, когда вы закончили учебу, либо это было позднее? Какие годы и как давно вы являетесь тренером? Ну, я являюсь тренером с 2002 года. Это уже немаленький срок, будем так говорить, уже 22 год идет. Я совмещал и тренировки, и я же говорю, студенческие годы, они требовали и финансовую поддержку. То есть начиная именно с этого времени вы стали работать уже и тренером, плюс ко всему? Я и тренировал, сперва детей тренировал, потом сам тренировался и совмещал и учебу. То есть вот так было не совсем сладко. Тяжело, но удалось нам выдержать вот этот натиск времени, или бремя, как правильно сказать. И, естественно, вот сегодня то, что мы делали, работали над своим авторитетом, сейчас мы имеем это все. Ваше рабочее место осталось неизменным за эти 22 года? Это спортивный лицей и автономии? Да, у нас я работал и в спортивном лицее, и работал и в спортивной школе нашей районной. Ну, потом я уже решил для себя, что не получается в двух местах, и чуть-чуть уровень жизни уже другой, и создание семьи, и успевать разрываться просто невозможно физически. И уже я остался здесь, выбрал для себя спортивный лицей. Вот это звено, которое, я считаю, что для нас, для нашей Гагузи, для нашей страны, это кузница новых чемпионов. И мне здесь по душе, поэтому я здесь и остался. Ваша семья поддерживает ли Ваш выбор, Ваша супруга? И, опять же, Вы отмечали, что Вам приходится быть в своей степени, в некоторой степени и родителям, этим детям, которые целую неделю, некоторый месяц находятся у Вас. Остается ли время для семьи, и как они поддерживают Ваш выбор, Вашу работу с детьми? На семью, конечно, времени меньше остается, но, по крайней мере, меня тоже и понимают, и в семье. То есть, с их стороны тоже есть поддержка. Все выходные дни, когда у нас нет соревнований, я стараюсь быть в семье и уделять время семье. Вот так как-то справлялись до сих пор, и дай Бог, чтобы дальше тоже справлялись. Ваши дети, какого они возраста, и хотят ли они быть похожими на папу и заниматься спортом? Пусть, может быть, не борьбой, а каким-то другим видом спорта. Говорите ли Вы им, что спорт очень важную роль занимает в жизни человека? Ну, конечно, у меня дочка, я даже брал ее на тренировки, но она уже не маленькая, уже взрослая, уже 20 лет ей занимается, уже работает, имеет свою работу. А так, она пока в школу ходила, сама просилась, чтобы я ее забирал на тренировки сюда, приходила к нам, тоже кувыркалась, пыталась заниматься. Ну, я так сказал, что право выбора за ней, пускай выбирает, если у нее будет желание огромное, то посещала. А так она приходила и сюда, и, естественно, там в школе какие-то кружки были, туда ходила. То есть активный образ жизни был у нее тоже. То есть Вы из категории тех родителей, которые не настаивают на выборе, а даете право выбора самому ребенку? Да. Я всегда давал право выбора и обсуждали все моменты, потому что надо и ребенка и выслушать, что она хочет, как она хочет это все делать и где-то посоветовать. И принимали решение не только я, а вместе с мамой, с дочкой, чтобы никого не обидеть. Опять же, в продолжении этой темы, может быть, где-то родители сказали, борьба – это хорошо, иди, сынок. Либо вот есть дети, которые, как и Вы, когда-то в детстве принимали решение самостоятельно, что Вам этот вид спорта нравится, поэтому у Вас все в нем получалось. То есть где-то из-под палки у кого-то, а у кого-то самостоятельный выбор. Есть, чувствуете ли Вы вот эту разницу даже в успехах детей? По ситуации есть семьи, которые действительно дают своим детям такое воспитание. И также желание у них рождается не только у ребенка, у родителей есть желание. В основном, получается, результаты у тех, у кого есть вот это все совмещается, вот эти вектора совпадают. Вот желание родителя, желание ребенка и желание тренера, и тогда вот получаются большие результаты. И плюс, если от Бога есть у него здоровье, он может тренироваться. Если говорить о результатах, расскажите о своих результатах. Какой из них был самым запоминающимся и самым захватывающим, эмоциональным для Вас, который Вы помните до сих пор, этот момент, момент, когда Вас награждали и Вы заняли первое место. И некоторые другие, которые до сих пор тоже в Вашей памяти. Ну, я, начиная с юношеского возраста, выигрывал практически все возрастные категории. Имеется в виду школьники, это до 15 лет, до 17. И впервые мне то, что запомнилось, когда я выиграл чемпионат страны, мне было, даже не исполнилось 20 лет, я выиграл чемпионат страны по взрослым. И принимал участие в Баку, чемпионате Европы, первые соревнования, которые, ну, ажиотаж совсем другой. Потому что по кадетам, по молодежи, там уровень совсем другой. А уже когда взрослые, это уже профессионалы. И когда в этот зал заходишь, ты видишь там именитых борцов, чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, призеров. Я смотрел за каждой сваткой, кроме своей, естественно, за каждой сваткой наблюдал. Всех этих лидеров для меня были кумирами, как Буайсар Сайтиев, Ербек Фарниев. Есть много ребят, которые, ихняя борьба, кроме того, что тренера давали, мы старались брать еще и плюс зрительское, то, что ты увидел на соревнованиях, там какие-то действия. И вот мне вот это очень сильно запомнилось. И, естественно, в том же году, вот 20 лет, я выиграл чемпионат страны по взрослым и по молодежи. По молодежи мы поехали в Албанию, в столицу Тирана, город Тирана, где я занял второе место. И когда ты на пьедестале, ну, я сперва не ощущал этого всего, что соревнования, вручили медаль, приехал домой, а когда домой приехал, все, чествование, люди радуются, что у них есть свой герой, то есть это очень приятно, вот эти ощущения. На сегодняшний день, до какого возраста вы принимали участие в различных соревнованиях? Есть ли этот предельный возраст у спортсменов? Ну, каждый спортсмен, он должен чувствовать, во-первых, на каком уровне он находится, уровень подготовки и психологический уровень, который ты можешь сам себя настроить. И всегда говорят, что вовремя надо уходить, потому что есть сзади молодежь, которая растет и тоже хотят свое время не упустить, занять какие-то места. Ну, я боролся, во-первых, я получил травму, больше из-за этого я пришлось не оставить большой спорт. Вот это последнее выступление на чемпионате Европы в 2007 году. За сватку несколько раз вылетело плечо, и я уже сам себе сказал, что все. Сколько бы я не хотел, допустим, дальше продолжать бороться, я уже понял, что не получится, потому что в то время, как я был наслышан, что делают операции, но кто бы ни делал, у них, они дальше, то есть профессионально не могли продолжать. Потом, спустя три года, в 2010 году, последнее выступление у меня было здесь, на чемпионате страны, в Молдавии, где я просто наши, имеется в виду наша молодежь, которая настояла, не тренера, даже никто ничего, а именно молодежь, потому что я с ними выходил там на ковер, кувыркался, боролся с ними, и они говорили, как настроили меня, давай, надо. Ну, я даже пошел на категорию выше тогда, я боролся в 60 килограмм, пошел на 66, и было очень тяжело, но я выиграл. После этого сказал, все, на этом точно завязываем, потому что надо вовремя уходить. Скучали ли вы хотя бы первое время все-таки по ковру и по соперническому духу, либо это вы все эти эмоции нашли в своих детях, в своих воспитанниках? Ну, во-первых, скучать не приходилось, потому что каждый день, работая в зале, и, как вы правильно заметили, у нас, мы практически круглый год работаем, и те ребята, которые выигрывают чемпионат страны, они мотивируют дальше тебя, чтобы провести дальнейшие тренировки, и готовиться, допустим, к чемпионату Европы, это летом, в основном вот эти большие соревнования, они, начиная летом, июнь, июль, и август, и сентябре бывает, и приходится круглый год работать. Какие планы у вас на ближайшее будущее, может быть, выступления где-то с ребятами? Ну, сейчас у нас будет выступление в этом филовский турнир будет в Румынии, в Брашове, это один из этапов подготовки к чемпионату Европы, у нас два мальчика в этом году выиграли, стали чемпионами страны, это Лазарев Василий, 61 килограмм, Кольчик Сергей, 65 килограмм, Кольчик также выиграл и чемпионат республики до 23 лет, будут сборы, приезжают, Кишинево будет проходить, приезжают пять стран, и будут совместные сборы с ними, и начало июля, то есть есть еще время, практически почти месяц, до чемпионата Европы. Мы, в свою очередь, хотим пожелать вам долгих лет, крепкого здоровья, чтобы у вас и дальше оставался сопернический пыл, который вы будете передавать и дальше своим воспитанникам, и чтобы они радовали вас и всю Гагаузию первыми местами и призовыми местами. Благодарим вас за участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был заслуженный тренер Молдовы по вольной борьбе, мастер спорта по вольной борьбе Илья Исир. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. ГРТ.